Итак, тема сегодняшнего вебинара «Олимпиадная математика в шестых, седьмых, восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классах» проведет вебинар Святослав Викторович Дерезин, кандидат физико-математических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, надеюсь на вашу активность, и если у вас будут вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Желаю всем продуктивной работы и передаю слово Святославу Викторовичу. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Как уже было объявлено сегодня, наш вебинар посвящен будет Олимпиадной математике. Основано все будет на очередном издании книги по Олимпиадам, которая у нас вышла. Это уже шестое издание этой книги, собранной целиком, а до этого были отдельные издания частей этой книги. Поэтому уже, значит, вот еще раз рекламирую. Олимпиадная математика, 6-11 класс. Да, в основном по ней, но я покажу, как идеи из этой книги встречались на Олимпиадах вот совсем недавно. В школьном этапе Всероссийской Олимпиадной математики. Итак, значит, Олимпиадная математика в 6-11 классах. Ну вот она книга, шестое издание книги по Олимпиадам. Значит, ну и здесь сразу темы, да, которые представлены. Потом я еще раз пройдусь конкретно по оглавлению. Ну вот видно, что какие важные Олимпиадные темы здесь представлены. Ну то есть была сделана попытка одновременно дать материал на различных уровнях сложности. То есть и для начинающих, и для уже продвинутых Олимпиадников. Ну вот по таким темам, как комбинаторика, неравенство, раскраски, принципы берехлетия, теория графов, инвариант, четность игры, оценка плюс пример. Вот то, что отражено на обложке книги. Ну и конкретно оглавление сейчас. Значит, вот какие, да, представлены еще, значит, кроме того, что я упомянул. Задача на построение примера, да, принцип крайнего. Вот. Ну в общем, по всем этим темам я и пройдусь в ходе нашего сегодняшнего вебинара. Ну а также расскажу несколько задач, которые встречались на последних Олимпиадах, например, на Всероссийской Олимпиаде. В школьном этапе, который был в значительном числе регионов российских, в том числе и в Ростовской области, возможно, еще в каких-то регионах, представители которых у нас сегодня присутствуют. Ну вот, в Москве были другие задачи, да. Ну и так, четность, да. Основное, ну в общем, самое простое, с чего следует начинать знакомить школьников с Олимпиадными задачами, это с задачами на четные и нечетные числа. Но на этих примерах легче всего освоить некоторые способы доказательств именно вот строгого рассуждения. Причем понятно, что мы можем не ограничиваться конкретными числами уже, да. А там брать числа в общем виде, четные и нечетные, это достаточно удобно. Ну, то есть можно понять, что сумма любого числа четных чисел четна, например, да. А можно доказать, там, просуммировать, взять там 2К1 плюс 2К2 и так далее. В результате двойку вынести за скобки и показать, что это четно. Вот, сумма двух нечетных чисел нечетна. Ну, то есть тоже можно, да, в общем виде делать там. Общая форма записи любого нечетного числа 2К1 плюс 2К1 плюс 1, да. И там будет второго числа 2К2 плюс 1. Тогда, когда мы суммируем, получается, что единички друг с другом складываются, получается, плюс 2 и опять двойка выносится за скобки. И получается, что сумма двух нечетных чисел четна. И вот на таких простых примерах можно приучать детей к более абстрактному мышлению. То есть не только рассуждать на примере конкретных чисел, а пытаться рассуждать уже в общем виде. Вот. Ну и другие свойства четных-нечетных чисел, которые достаточно очевидны любому подготовленному школьнику. Но вот для шестиклассников, возможно, окажутся новинку. И можно потренироваться, значит, на примере того, что... Значит, доказывать эти утверждения. Как на примерах, так и в общем виде. Значит, какие еще эти суммы четного и нечетного числа? Нечетное. Произведение любого числа на четное? Четное. Если произведение нечетно, то все сомножители нечетны. Тут можно потренировать метод рассуждения от противного. Но я еще про это поговорю в разделе про принцип Дерехле, но здесь тоже. Сумма четного количества нечетных чисел четна. Сумма нечетного количества нечетных чисел нечетна. Разность и сумма двух данных чисел числа одной четности. Этот восьмой пункт достаточно часто применяется в рассуждениях олимпиадных, когда там плюсы на минусы меняются. И девятые. Если объекты можно разбить на пары, то их количество четное. Достаточно полуочевидное утверждение. Тем не менее, их надо потренироваться, доказывать. Итак, ну вот конкретные задачи. Кузнецу заказали выковать 10 мечей. Каждый меч может стоить 3, 5 или 7 златников. Могут ли они стоить в сумме 53 златника? Ну, нет, да, так как мечей 10, они все стоят нечетное количество златников. Ну, а сумма четного числа нечетных чисел четна, как мы уже знаем. Поэтому не может быть 53 златника. Так. Дальше четность. Вот это как раз про модули, да. Значит, на доске написаны числа от 1 до 2006. Разрешается стереть с доски любые два числа и вместо них записать модуль их разности. В конце концов, на доске останется одно число. Может ли оно равняться нулю? Ну, нет. Нулю оно быть равняться не может. Почему? Потому что если мы поставим плюсы между записанными числами на доске, то есть посчитаем их сумму, ну, например, как там, по формуле суммы арифметической прогрессии, да. Но для тех, кто не знает, для младших школьников следует вывести эту формулу на простых примерах. Как это сделал, ну, как там посчитал Гаусс, да, как известная история, может быть, байка, может быть, нет. Как Карл Фридрих Гаусс в возрасте 7 лет посчитал сумму чисел от 1 до 100, там, учитель, чтобы он не мешал остальным дал ему задачу. Вот. Ну, это как бы не помогло. То есть он посчитал сумму чисел от 1 до 100, да, просто выписав эту прогрессию арифметическую одну под одной, просто одну обратным ходом. То есть получилось 1 плюс и так далее. 100, а под ней 100 плюс и так далее. Потом заметил, что в каждой паре сумма 101, ну и так далее. Вот этот трюк стоит рассказать и, я думаю, в шестом классе можно будет понять. Значит, вот простейшая, простейшая сумма, простейшая арифметическая прогрессия. Находим ее сумму. Даже можно не находить. Мы просто знаем, что это будет 2007 умножить на 1003, да. Произведение двух нечетных чисел нечетно. Поэтому и мы видим, что сумма всех чисел, записанных на доске, нечетна. Вот. Теперь. Значит, в процессе преобразований, которые мы проделываем с этими числами, 2006 чисел, значит, в процессе этих преобразований у нас плюс фактически заменяется на минус, да. Ну, только там еще модуль. Ну, понятно, что когда мы ставим модуль, при этом четность не меняется. Число, даже если оно было отрицательное, там, минус 5, по модулю оно станет 5, все равно, как было нечетно, так и останется. Так вот, теперь, когда мы ставим между двумя какими-то числами минус и ставим знак модуля разности, то четность у нас не изменится, да. То есть, если у нас там... И поэтому в сумме, в общей сумме, то есть, у нас в сумме было, скажем, 2 плюс 3, да, это 5, а когда мы заменим 2 минус 3 модуль, у нас станет единичка. Но, тем не менее, все равно, четность суммы чисел, записанных на доске, не изменится при помощи такой операции. Это означает, что если в начале было число нечетное при всех плюсах, то и в дальнейшем всегда будет на доске записано нечетное число. То есть, четность здесь еще, кроме того же, является инвариантом. Поэтому, значит, в конце у нас на доске ноль остаться не может. Может быть, остаться только какое-то нечетное число. А ноль число четное, поскольку все числа, которые делятся на 2, да, это четные числа и ноль. В частности, это тоже четное число. Дальше. Принцип Дерехли. Вот один из важных логических принципов, который доказывается с помощью доказательства от противного. То есть, если у нас есть н клеток, и мы в них посадим н плюс одного зайца, то найдется хотя бы одна клетка, в которой находятся не менее, чем два зайца. То есть, здесь именно он именно так формулируется в общем виде. То есть, мы не говорим, что именно в этой клетке может быть находиться зайца, или мы говорим, что, не говорим, что в какой-то клетке находятся ровно два зайца, а именно вот так неопределенно. Найдется хотя бы одна клетка, в которой находится не менее, чем два зайца. Почему? Потому что, если этого не произойдет, то у нас получится противоречие с условием задачи. То есть, если во всех N клетках у нас сидят в каждой клетке один или меньше зайцев, то есть, один или ноль зайцев, то получится, что всего у нас зайцев тогда не больше, чем N. N клеток в каждой либо один, либо ноль, тогда меньше, чем N. А это противоречит условию задачи. По условию задачи сказано, что у нас зайцев N плюс один. Это будет, ну, то есть, это тем самым мы доказали, что будет клетка, в которой сидят хотя бы два зайца. То есть, таким вот рассуждением от противного. Ну, теперь конкретные примеры применения принципа гири-хлеб. В классе учатся 27 школьников, знающих всего 109 стихотворений. Докажите, что найдется школьник, знающий не менее пяти стихотворений. Точно так же рассуждаем при помощи метода доказательства от противного. То есть, пусть у нас каждый школьник знает не более четырех стихотворений, тогда, значит, всего 27 школьников знают суммарно не более чем четыре на двадцать семь сто восемь стихотворений. Ну, а у нас по условию, значит, 109 стихотворений, значит, мы получили противоречие. И таким образом есть какой-то школьник, который знает не менее пяти стихотворений. Дальше принцип Дерехлема уже в более сложной трактовке в применении к теории чисел. Докажите, что из любых шестидесяти пяти целых чисел можно выбрать девять чисел так, чтобы их сумма будет делиться на девять. Ну, вот здесь рассуждения именно идут двумя параллельными как бы треками. то есть сначала мы смотрим мы смотрим одновременно значит на остатки одинаковые. Ясно, что если мы выбираем девять чисел, у которых одинаковые остатки при делении на девять, то их сумма будет делиться на девять. Почему? Ну, потому что точно так же мы суммируем то есть каждое число тогда представим в виде девять к плюс некоторый остаток р и когда мы просуммируем все эти девять чисел понятно, что у нас те части, которые делятся на девять, девятка просто выносится а сумма поскольку остатки везде одинаковые то будет у нас девять таких остатков 9р и тоже будет число делиться на 9. То есть если мы можем выбрать среди этих 65 чисел 9 чисел с одинаковыми остатками то тогда все доказано. Значит предположим что мы не можем выбрать 9 чисел с одинаковыми остатками тогда получается что у нас тогда у нас получается что есть всего лишь не более 8 чисел с одинаковыми остатками то есть получается что всего остатков возможно тогда значит значит у нас получается не более чем 8 чисел с одинаковыми остатками всего остатков да а всего остатков при делении на 9 у нас тоже 9 да включая 0 и 8 а понятно значит да здесь надо найти 9 чисел с разными остатками чтобы все остатки были разные все я понял значит значит у нас если мы выбрали 9 чисел с одинаковым остатком то все доказано как я уже сказал теперь нам надо доказать что мы я же говорю тут 2 2 параллельно теперь надо выбрать 9 чисел с различными остатками предположим что это невозможно то есть у нас какого-то остатка нету то есть если у нас есть 9 чисел с разными остатками то все окей предположим что какого-то остатка в наличии нету например нету остатка 0 то есть нету чисел которые делятся на 9 когда у нас в наличии всего лишь 8 остатков правильно 8 остатков и поскольку у нас не существует 9 чисел с одинаковыми остатками как было уже показано в первом рассуждении то значит наибольшее количество чисел с одинаковым остатком у нас 8 8 значит получается остатков не более 8 и чисел каждых с одинаковым остатков тоже не более 8 значит всего получается чисел не больше чем 64 8 на 8 это 64 вот а у нас по условию чисел 65 значит где-то противоречие и у нас либо есть 9 чисел с одинаковым остатком либо есть 9 чисел с разными остатками ну а 9 чисел с разными остатками сумма от 0 до 8 делится на 9 это сколько там 36 да эта сумма делится на 9 так если есть вопросы да можно сразу задавать вопросы потому что мы пойдем дальше в дальнейшем темы будут меняться хотя принципу деревья мы еще вернемся в некоторых следующих задачах задают вопрос нельзя зарегистрироваться на ваши вебинары а да ну в общем да говорят что технические работы да то есть просто попытайтесь позже зарегистрироваться значит да презентация вебинара будет выложена сегодня же вот ту презентацию которую вы сейчас видите на экране она будет выложена в открытый доступ прям на ну в разделе вебинары и видеозапись будет выложена ну чуть-чуть попозже все тогда я иду дальше значит да принцип деревья может быть прием поскольку это на самом деле логический принцип да то есть то мы можем применять его в самых различных ситуациях например в геометрических задачах тоже можно применять вот такая задача плоскость раскрашена в два цвета докажите что найдутся две точки одного цвета на расстоянии один метр друг от друга для доказательства надо рассмотреть равносторонний треугольник произвольный понятно что у него три члены поскольку есть два цвета то какие-то две вершины будут обязательно одного цвета вот и тогда получается что именно они будут находиться на расстоянии на метр нет вот такие простые рассуждения позволят мы еще к ним вернемся в конце следующем раскраски интересная задача вот которые часто позволяют если удастся подобрать хорошую раскраску то это тогда задача имеет красивое решение гостиница имеет форму квадрата три на три каждая клетка один на один это комната и 9 постояльцев недовольны своей комнатой считают что любая комната через стенку лучше чем та в которой они живут может ли хозяйка переселить их так чтобы каждый постоялец переехал в соседнюю комнату ну соседние имеется ввиду соседние по стенке то есть та которая то есть если две соседние клетки значит они имеют общую сторону вот но нет этого сделать нельзя почему потому что если мы раскрасим клетки квадрата три на три в шахматном порядке то есть ну вот например как на рисунке то у нас поскольку клеток нечетное количество то у нас получится что клеток одного цвета 5 а клеток другого цвета 4 и любые то есть любая соседняя клетка клетки белого цвета будет черный и наоборот то есть любая соседняя клетка клетки черного цвета будет белый и поскольку и значит получается каждый из тот кто проживал в комнате который соответствует белая клетка захочет переехать в комнату которая который соответствует черная клетка представьте это переездно поскольку было 5 белых клеток было 5 постояльцев которые живут в соответствующих номерах белого цвета они захотят переехать черный до тех всего лишь четыре поэтому это сделать не получится значит такой обмен невозможно дальше теперь где шахматная раскраска до применяется для задачи которая казалось бы не очень связано с предыдущей задачи квадрат 3 на 3 заполнен цифрами так как показано на рисунке слева то есть он уже да разрешается ходить по клеткам этого квадрата переходя из клетки в соседнюю по стороне но ни в какую клетку не разрешается попадать дважды петя прошел как показано на рисунке справа выписал по порядку все цифры встретившиеся на пути получила число вот такое то есть он стартовал с клетки с номером 8 8 4 9 3 7 5 6 1 до нарисуйте другой путь так чтобы число получилось побольше чем больше тем лучше вот кажется что задача с предыдущей не очень связано на самом деле связано то есть здесь именно надо стартовать то есть ясно что петя поступал не оптимально поскольку он начал даже с клетки которая имеет черный черный цвет на соответствии с предыдущей шахматной раскраской поэтому у него не получилось даже пройти по всем числам то есть пройти по всем клеткам у него в результате получилось восьмизначное число когда очевидно что можно но простым примером там 184936572 получить девятизначное число на очевидно что любое девятизначное число больше чем любое восьмизначное число вот тогда значит на 1 1 понятно что не оптимально он начал потому что с черной клетки если стартуешь черной клетки тоже нельзя получить девятизначное число почему потому что ну потому что у нас когда мы выписываем траекторию к которую вот допустим на самом простом примере до 184936572 то у нас мы стартуем с белой клетки и заканчиваем белой клетки и это нормально потому что белых клеток на одну больше чем черную то есть когда мы прошли все девять клеток у нас начали белая клетка и в конце белого клетка а посередине но идет чередование белый черный белый черный по краям стоят белые все нормально тебе съесть если же мы стартуем с черные клетки то у нас получается очередование черный белый черный белый и в конце концов значит если в конце концов стоит черный то это вообще белых клеток мы прошли меньше чем черных это вообще не невыгодная стратегия да а если у нас стоит черный белый черный белый и в конце белый то то это означает, что количество пройденных белых клеток равно количеству пройденных черных клеток. Но это означает, что у нас тоже не больше, чем восьмизначное число. Поэтому, значит, для начала стратегия стартовать с черной клетки невыгодно, ни в каком виде. Поэтому нам надо стартовать с белой клетки. А белых клеток у нас здесь всего 5. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот это белый клеток. То есть нам надо стартовать в одну из них. Ну и дальше стараемся делать так, чтобы максимизировать получившиеся числа. То есть надо стартовать с клетки с номером 5. Дальше, чтобы было максимум, идем в 7. Дальше, чтобы было максимум, идем в 3. Дальше в 9 мы пойти не можем, поскольку у нас в дальнейшем будет число маленькое. Снова не больше, чем восьмизначное. Поэтому нам придется идти в 6. И в 8 мы тоже пойти не можем, поскольку числа получаются маленькие. Значит, получается 5, 7, 3, 6. Ну а дальше уже все однозначно. 5, 7, 3, 6, 1, 8, 4, 9, 2. Вот такая получается траектория. И вроде бы она самая большая. Но сейчас посмотрим. Так, ну вот они рассуждения, да, которые я вам рассказал. Значит, поэтому надо стартовать в белой клетке. Значит, с девятки мы не можем стартовать. Она находится в черной клетке. Да, вот она получается, такая траектория. Самое большое белое из пятерки. Ну а дальше все уже однозначно. 5, 7, 3, 6, 1, 8, 4, 9, 2. Это наибольшее число, которое мы можем составить, пользуясь правилами задачи. Так, дальше. Как раз краска просто здесь помогла составить максимальное возможное число. Это достаточно интересный пример. Интересная задача. Комбинаторика, да, тоже важный раздел. Задача из которого присутствует практически на каждой олимпиаде. Ну в том или ином виде. То есть бывает комбинаторная геометрия. Где-то надо что-то посчитать в геометрических объектах и так далее. Все это можно объединить одним разделом комбинаторика. Понятно, что комбинаторика в курсе школьной программы проходится для целей, теории вероятности в основном. Ну она и сама по себе заслуживает внимания. И в частности для некоторых задач ЕГЭ, да. То есть знаем, что в последней олимпиадной 18-й задачи ЕГЭ часто помогают комбинаторные рассуждения. То есть там, да, нам что-то оценить надо, что-то прикинуть, что-то посчитать. Вот, ну давайте рассмотрим несколько комбинаторных задач. Значит, самое главное в комбинаторике это не путать, когда надо умножить, а когда надо сложить, да. Это потом и в теории вероятности перетекает в теорию вероятности. То же самое неприятная ошибка, это когда путаешь умножение и сложение. Так, значит, сколько существует пятизначных цифр, в записи которых есть хотя бы одна четная цифра? Здесь удобнее решать дополнительную задачу. То есть удобнее посчитать количество пятизначных чисел в записи, в которых нет ни одной четной цифры. На самом деле это сделать достаточно легко. Значит, нечетных цифр у нас всего 5. Тогда количество пятизначных цифр, состоящих из нечетных цифр, значит, у нас 5 в пятой. Почему? Потому что на первое место мы можем поставить 5 цифр, да. Поскольку у нас все цифры независимы, то на второе место мы тоже можем поставить 5, на третье 5 и так далее. То есть у нас на каждую позицию в числе у нас приходится 5 цифр. И на первое место столько же, сколько и на остальные другие. Потому что ноль является четной цифрой, поэтому мы ее данной задачей не рассмотрим. Поэтому у нас всего будет 5 цифр на первую позицию, 5 цифр на вторую и так далее. То есть всего различных чисел будет 5 умножить на 5, умножить на 5 и так далее. Всего 5 раз. То есть 5 в пятой у нас различных пятизначных чисел, состоящих из нечетных цифр только. Ну и все. А всего пятизначных у нас чисел 9 умножить на 10 в четвертый. Почему? Потому что 9 из-за того, что на первое место мы не можем поставить 0. И на все остальные места можем поставить 0. То есть у нас количество цифр, которые мы можем поставить на первое место 9, а количество цифр, которые мы можем поставить на любое другое 10, включается 0, добавляется. Поэтому получается, что общее число пятизначных чисел 9 умножить на 10 в четвертый. И чтобы найти... Так, ну я постараюсь погромче говорить. К сожалению, у меня голос не очень сильный сегодня. Вот. Поэтому... Ну, двух слов я не знаю, как его сделать. Нормально? Ну, говорят нормально. Да, поэтому... Ну, что делать? Потом скачайте презентацию, внимательно изучите презентацию. Итак, значит, всего числа у нас пятизначных. 9 умножить на 10 в четвертой степени. Из них... Тех, которые состоят только из нечетных цифр, 5 в пятой степени. Значит, оставшиеся числа, это такие пятизначные числа, в которых есть хотя бы одна четная цифра. Да, поскольку все состоящие из нечетных цифр мы уже посчитали. Значит, всего у нас тогда получится 9 умножить на 10 в четвертое, это общее количество, минус 5 в пятой. Это 90 тысяч минус 3125, ну, получается 86 875 таких чисел. Ну, вот говорят, что звук нормальный, поэтому продолжаем в том же духе. Комбинаторика, да. Комбинаторика встречается не только в задачах по математике, но и в задачах по информатике. Вот, например. Ну, этот прототип я в свое время включил, и можно было, конечно, заменить его на более современный. Ну, он мне нравится. Значит, прототип номер 8 из ЕГЭ 2021 по информатике. Вот, в современных ЕГЭ тоже присутствуют задачи по комбинаторике, по информатике. Но они там усложняются, туда добавляются различные уже накрутки. Поэтому вот я вот в первоначальном виде, в котором они дали эту задачу, в таком я ее и приведу. Значит, Саша составляет шестизначные числа, оканчивающиеся на 26. Причем цифры в числе не могут повторяться. И каждое число содержит ровно или три четные цифры, или ровно две нечетные цифры. Сколько различных чисел может составить Саша? Ну, то есть предполагается, что задача будет решаться программно. Но ее можно решить и вполне руками. Так, значит, еще раз. Значит, шестизначные числа, оканчивающиеся на 26. То есть у нас на самом деле уже остается 4 позиции, четырехзначные числа, поскольку две последние заняты. И кроме того, цифры в числе не могут повторяться. То есть у нас уже две цифры заняты. Двойка и шестерка заняты. Две четные цифры. Вот. И теперь у нас, значит, смотрим. У нас должно быть ровно три четные цифры, или ровно две нечетные цифры в заданном числе. Сколько таких чисел? Значит, рассмотрим теперь эти четырехзначные числа, которые можно составить из трех четных. У нас 0 есть, осталось. То есть осталось три четные цифры, включая 0. Это 0, 4 и 8. И 5 нечетных цифр. Все оставшиеся нечетные цифры у нас по-прежнему в деле. Значит, у всего таких чисел получается 7 умножить на 7 умножить на... Потому что на первое место мы не можем поставить 0. Да, у нас всего 8. Три четных. 5 нечетных. Всего 8 цифр. Но на первое место мы не можем поставить 0. Потому что тогда число не будет шестизначным. Поэтому 0 отбрасывается. На первое место мы ставим 7. Поскольку на первом месте уже одна цифра задействована, то на второе место у нас осталось поставить тоже только 7. Поскольку числа должны быть различные. Значит, на второе место тоже 7. Тут уже с нулем. То есть одна цифра пропадает на первое место. Тут добавляется 0, 7. Но дальше 6, поскольку уже две цифры заняты. И 5. То есть вот произведение этих чисел как раз таки дает нам общее количество четырехзначных чисел, которых можно составить из оставшихся цифр. Вот. По условию нам подходят четырехзначные числа, которые содержат одну или две четных цифры. Одну или две. Потому что если содержат ровно две нечетные, то это означает, что оставшиеся две четные. То есть тогда получаются ровно две нечетных, ровно две четных. Поэтому мы сводим задачу к тому, что следим за четными цифрами. По условию нам подходят четырехзначные числа, содержащие одну или две четных цифры. Чтобы найти их количество, из общего числа четырехзначных чисел, вычтем число четырехзначных чисел, содержащих все три четных цифры или состоящих только из четырех нечетных цифр. То есть точно так же, как в предыдущей задаче, мы сейчас посчитаем количество вариантов дополнительно к тому, что нам надо найти. Значит, если у нас три четных цифры, то у нас получается количество вариантов тогда будет... То есть получается три четных цифры, да? Значит, их мы можем расставить друг относительно друга. Число расстановок три факториал. Три факториал для четных цифр. И кроме того, у нас еще есть пять нечетных цифр, да? То есть получается, что если мы возьмем одну нечетную цифру, зафиксируем ее позицию, и потом будем просто переставлять четные цифры, то у нас получается, что таких перестановок будет три факториал. Потом мы поменяем нечетную цифру на любую другую, и у нас тогда получается пять умножить на три факториал тридцать вариантов. Вот. Так. Теперь вторых. Значит, вторых получается... Сейчас я тут немножко подзабыл. Что за вторых? Ну, понятно, что чисел, который содержится все четыре нечетные цифры, легко посчитать. Пять на первую позицию, четыре на вторую, три на третью, два, и получается 120. Это содержащие только нечетные цифры. А вот содержащие три четные цифры, значит, у нас сами три четные цифры выбираются однозначно. Их всего у нас... А, на первое место они не могут, все понятно. Все. Значит, опять проблема состоит в том, что на первом месте у нас обязательно должна стоять нечетная цифра. То есть на первом месте, если стоит на первом месте четная цифра, то это тогда обязательно не должен быть ноль. Поэтому у нас числа делятся на те, у которых, значит, стоит на первом месте нечетная цифра, и на первом месте стоит четная цифра, которая есть не ноль, да? И тогда получаем, да. Значит, получается, если на первом месте стоит нечетная цифра, то тогда 30. А если на первом месте стоит четная цифра, то тогда получается, что количество способов, которые мы можем выбрать эту четную цифру, у нас осталось всего лишь 2, поскольку 0 мы выбросили. Вот. Тогда получается, что на оставшейся позиции у нас будет следующее количество цифр. Значит, 5 это число нечетных, и здесь вот количество оставшихся четных будет 2 умножить на 3, умножить на 2, умножить на 5, всего 60. И тогда это те варианты, которые нам не подходят. Еще раз, мы посчитали варианты, которые нам не подходят. Тогда, чтобы посчитать варианты, которые нам подходят, надо из общего количества вариантов 1470 вычесть те варианты, которые нам не подходят. То есть, минус 30, минус 60, минус 120, получается 1260. звук опять пропадает но это не по нашей вине уж прошу меня извинить те кто слышат но потом просто пересмотрите эту видеозапись еще раз так давайте дальше комбинаторика важная задача да тут теперь некоторые задачки которые были в последние годы на олимпиаде ну например на школьном этапе всероссийской олимпиады который в частности был здесь у нас вот в ростовской области ну а также в других регионах по моему там 20 или 30 регионов писали школьный этап по вот этим задачам которые были разработаны при участии центра sirius в магазине продается 9 наушников 13 компьютерных мышек и 5 клавиатур кроме этого есть еще четыре набора клавиатура клавиатурой мышка и 5 наборов наушники и мышка то есть в одной упаковке с какими способами можно купить три предмета наушники клавиатуру и мышку вот такая задача была прошлом году для 11 класс значит разберем случае ну разовем задачу как всегда на несколько случаев и тогда это даст нам возможность аккуратно все посчитать часто в комбинаторных задачах именно разбиение на осмысленные случаи позволяет легко задачу посчитать значит если мы покупаем набор клавиатура и мышка вместе то к нему остается добавить только наушники да тогда получается что у нас количество способов выбрать этот набор клавиатурой мы к 4 вот а наушников у нас 9 способов тогда получается 36 способов совершить покупку 4 умножить на 9 если покупается набор наушники и мышка к нему осталось добавить только клавиатуру значит получается у нас есть пять способ 5 способов выбрать набор наушники и мышка и добавить еще пять способов выбрать клавиатуру получаем 5 умножить на 5 25 способов совершить покупку значит если не покупался ни один набор клавиатура и мышка и наушники и мышка то тогда все детали все покупались по отдельности ну и получается что у нас по отдельности 9 на 13 на 5 585 способов совершить покупку ну теперь все это просуммируем 36 плюс 25 плюс пятьсот восемьдесят пять это шестьсот сорок шесть способов так вот теперь значит задачка которая была уже в этом году на школьном этапе всероссийской олимпиады значит найдите количество четырехзначных чисел у которых цифра в разряде единиц ровно на одну больше цифры в разряде десятков число не может начинаться с нуля не сложная задача да значит старшую цифру числа ну или первую цифру та цифра которая стоит значит количество четырехзначных чисел значит у нас первый разряд это разряд тысяч значит та цифра которая стоит в разряде тысяч можем выбрать девятью способами да мы уже обсуждали почему это все возможные цифры кроме нуля значит девять получается теперь умножаем на десять теперь получается что в количестве единиц и десятков у нас накладывается ограничение да то есть число которое в разряде единиц ровно на один больше цифры в разряде десятков тогда получается что цифра в разряде десятков это может быть только от нуля до восьми потому что цифры большей цифры девять на единицу уже не существует поэтому значит получается у нас тут тоже девять вариантов но поскольку у нас последняя цифра в разряде единиц однозначно определяется цифрой в размере десятков то этот вариант который ну то есть на последнем месте у нас уже автоматически стоит за фиксированного цифра то поэтому получим 9 на первом месте разряд тысяч умножить на десять второе место разряд сотен и умножить на девять третье место разряд десятков на разряде в разряде единиц стоит уже автоматически цифра, вычисляемая по цифре в разряд десятков. Поэтому у нас только как бы три степени свободы и на четвертую уже не умножаем. Получается 810. Но это был важный раздел комбинаторика. Теперь немножко, да, теперь немножко, чтобы отвлечься и может быть отдохнуть, посмотреть на картинке, немножко геометрии. Хотя из того, что вы видели на темы, которые представлены в книжке, значит типично олимпиадные геометрические разделы в нашей книжке по олимпиадам не представлены. Иначе просто она будет слишком толстая. Поэтому просто мы рассматриваем логические принципы в применении к геометрическим задачам, а вовсе не геометрические свойства и теоремы. Это я сразу хотел бы подчеркнуть. Вот. Значит, неравенство треугольника. Докажите, что в четырехугольнике диагональ меньше половины периметра. Вот. Ну, из двух неравенств треугольника, да, можно составить, возьмем, например, диагональ BD, составляем два неравенства треугольника, то есть AB плюс AD больше, чем BD, и BC плюс CD тоже больше, чем BD. Не равенство треугольника и складываем их, да, и получаем, что тогда с одной стороны будет стоять два BD, а с другой стороны будет стоять сумма всех четырех сторон четырехугольника. Вот. И делим все это на два и получаем, что тогда диагональ меньше, чем половина периметра. То есть меньше, чем полупериметр. Ну, можно, понятно, это проделать для любой диагонали, для BD или для AC. Вот. Теперь принцип крайнего, да. Принцип крайнего состоит в том, чтобы рассмотреть некоторый объект, который обладает в некотором смысле экстремальными свойствами. То есть там что-то, что-то у него там наибольшее или наименьшее. Вот. И, значит, но иногда называется принципом узких мест. То есть зачастую в олимпиадных задачах, чтобы понять смысл задачи, надо попробовать сначала, что получается, если там что-то у нас максимальное или минимальное, или там какие-то, в общем, экстремальные свойства выполняют. Что-то там совпадает с чем-то. Вот если вы проанализируете на примере этого экстремального свойства, зачастую часто главный смысл задачи становится понятным. То есть кажется, как бы надо рассмотреть бесконечное число вариантов, а на самом деле вариантов оказывается не так тому. Ну вот, известная задача про таблицу, в которой стоят 6 на 6. Стоят такие числа, что каждая равно среднему арифметическому своих соседей. Сумма чисел в нижней строке равна 30, чему равняется сумма чисел в угловых клетках. Ну понятно, что здесь надо рассмотреть наибольшее или наименьшее число, которое записано в таблице. Здесь свойства среднего арифметического. Они явно используются. То, что зачастую используется в задачах ЕГЭ, например, свойства среднего арифметического, парадоксы среднего арифметического часто в последней задаче 18 встречаются. Ну, в общем, тут на полуочевидных утверждениях все. То есть, если у нас число равно среднему арифметическому своих соседей, и при этом оно самое большое, то такого быть не может. Поскольку среднее арифметическое, оно всегда меньше большего и больше меньшего из всех чисел. Среднее арифметическое. Значит, получается, что если среднее арифметическое самое большое и больше большего, то это означает, что просто все числа были равны. И все. Вот. И точно такие же рассуждения можно было провести, если показать, что оно там меньше меньшего. Тоже такого быть не может. Значит, если мы выбрали какое-то число, назвали его, ну, выбрали. Мы просто взяли 36 чисел, да, определили из них самое большое. Просто выписали. И рассмотрели его соседей. Поскольку каждое число равно среднему арифметическому своих соседей, то получается, что все соседи должны совпадать с этим числом. Ну, и так далее. Дальше для оставшихся чисел повторяем тот же самый трюк. Вот. И получается, что у нас не только соседи, которые прилежат к этому наибольшему числу, но и вообще все 36 чисел в таблице равны. Таким образом у нас в угловых клетках стоят... Значит, ну, поскольку у нас сумма 5 чисел равна 30, все числа равны, значит, все эти числа равны 5. Нет, да, все числа равны 5, а в угловых клетках у нас 4 угловых клетки, в каждое стоит число 5, значит, сумма равна 20. Вот. Теперь принцип краевния применения в геометрии. Значит, на плоскости даны 2010 точек, никакие 3 из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что найдется треугольник с вершинами в этих точках, не содержащий ни одной из из оставшихся точек. Ну, опять, значит, выбираем что-либо, обладающее экстремальными свойствами. Например, рассмотрим треугольник А, Б, С, чтобы у него была наибольшая площадь. То есть, среди всех точек мы выбираем комбинации трех точек и рассматриваем треугольник, который лежит в вершинах этих точек. То есть, эти точки являются вершинами треугольника. По условию мы всегда это можем сделать, поскольку никакие 3 не лежат на одной прямой. Тогда выбираем среди всех этих треугольников треугольник наименьшей площади. Тогда получится, что внутри него не может лежать никакой из оставшихся точек, поскольку площадь треугольника А, Д, Б меньше, чем площадь треугольника А, Б, С. Но это хорошее упражнение. На самом деле, это тоже требует доказательства, что площадь, если точка лежит внутри, то площадь меньше. Но это уже я оставляю в качестве самостоятельного упражнения. И получаем, что если выбрать треугольник наименьшей площади, то именно он, оказывается, удовлетворяет условию задачи. Он не должен содержать ни одной из оставшихся точек. Ну, например, там всякие трюки, возможно, да. Например, ну, соединить точки С и Д, да, у нас получается три треугольника. Понятно, что площадь самого большого А, Б, С состоит из суммы площадей маленьких, ну и так далее. Значит, площадь А, Б, Д будет меньше. Ну, в таком духе. В общем, это хорошее упражнение, что если точка лежит внутри, доказать, что площадь тогда меньше. На основании логики. Так. Ну, инвариант. Про это я уже упоминал. Инвариант – это что-то неизменяемое. То есть у нас есть объекты, которые выписаны. Они подвергаются некоторым преобразованиям или операциям. И если что-то не меняется в результате этих операций, то эта величина называется инвариантом. Часто применяется в различных олимпиадных задачах. Надо найти инвариант. Догадаться, что что-то является инвариантом и показать, что оно не меняется. Ну, вот, например, смотрите. В качестве инварианта могут выступать четность, как уже было в задаче про модули разностей. Сумма произведения, остаток по некоторому модулю и так далее. Значит, если значения инварианта для начального и конечного объекта не равны, то понятно, что у нас из одного другой нельзя было получить. Ну, а если что-то было равно, то это еще ничего не значит. Надо все-таки привести пример операции, как из одного можно было получить другую. Ну, вот известная задача, да, про хулигана Васю. Значит, хулиган Вася рвал стенгазету, причем каждый попадающийся кусок он рвал на 4 части. Могло ли получиться 2009 кусков? Нет, не могло получиться, поскольку у нас каждый раз количество кусков меняется на 3. То есть, на самом деле, вначале был один кусок, то есть, это вся стенгазета целиком. Потом, после того, как Вася ее порвал, у нас стало 4 куска. То есть, был 1, стало 4. Количество кусков поменялось на 3. Потом он берет один кусок, рвет снова на 4 куска. То есть, у нас было 4 куска. Потом он один забирает 3 и возвращает 4. У нас становится 7 кусков. То есть, количество кусков каждый раз меняется на 3. Причем, остаток при делении на 3 должен быть 1. То есть, 1 в начале 4, 7 и так далее. Остаток должен быть... То есть, получается, что остаток при делении на 3 является инвариантом. Вот. И то есть, не меняется в процессе этих преобразований. В процессе того, как Вася рвет стенгазету. Получается, что у нас в начале был остаток 1 и в процессе всего этого будет остаток 1. А 2009 делится на 3 с остатком 2. Ну, можно определить по сумме цифр. 2009 дает остаток 2. Значит, 2009 кусков получиться не могло. Игры. Еще задачи игры, да, по которых обычно участвуют 2 игрока. И вопрос состоит в том, чтобы найти оптимальную стратегию. То есть, такая стратегия, такой способ игры для одного из игроков, что он выиграет вне зависимости от того, как играет другой игрок. Ну, надо показать, значит, что указанная стратегия ведет к выигрышу. Значит, если она есть, то она может быть только у одного из игроков. Либо ее стратегия может не быть вообще. Ну, такие задачи на Олимпиады не дают, которые нет в выигрышной стратегии. Хотя они часто встречаются в жизни, да, но на Олимпиадах всегда должны присутствовать у кого-то выигрышная стратегия, у первого или у второго игрока. Как правило, игроков двое. Значит, и применяются различные идеи, да, но одна из типичных идей симметрия, то есть, ну, математика это наука симметрии, да, в разных ее проявлениях, понимаю, в самом обобщенном смысле. Вот, и часто надо посмотреть, есть ли какая-либо симметрия в задаче. Если есть осевая симметрия, вот, то тогда, ну, в общем, надо придумать, как ее использовать. Ну, или центральная симметрия, точно так же. Если есть осевая симметрия, то выиграют второй, да, если центральная, то первый. Итак, давайте рассмотрим несколько несложных задач. Значит, даны два ящика яблок, в одном 38 яблок, в другом 52 яблока. За один ход разрешается взять любое количество яблок, но только из одного какого-нибудь ящика. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? Начинающий, значит, или его партнер. И как он должен играть? Ну, ясно, что здесь, что надо делать? Первый игрок выиграет, если возьмет, и восстановит симметрию в задаче. То есть, в одном ящике было 38, в другом 52. Он берет и 14 яблок забирает из второго ящика. И у нас получается, что в двух ящиках одинаковое количество яблок, и теперь первому достаточно просто копировать ходы второго в другом ящике, соответственно. Сколько второй берет из одного ящика, столько же второй. Первый теперь берет из другого ящика. Получается, что он выиграет, потому что он имеет возможность поддерживать симметрию. Задача. Ну вот, известная задачка еще про число с Олимпиады Ломоносов для пятых-девятых классов. Значит, Петя и Вася играют в игру. На доске написано большое число, которое состоит из, в которое входят две единички, две двойки, три тройки, три четверки, четыре пятерки, четыре шестерки и пять семерок. За один ход разрешается стереть любое количество одинаковых цифр. Выигрывает тот, кто сотрет последнюю цифру. Петя ходит первым. Может ли он так ходить, чтобы гарантированно выиграть? Да, поскольку видно, что здесь все цифры, кроме пяти семерок, развиваются на пары. То есть, допустим, там, двум единичкам соответствуют две двойки, трем тройкам соответствуют три четверки, ну и четырем пятеркам соответствуют и четыре шестерки. Только семеркам ничего не соответствует. Поэтому Петя может взять и стереть все семерки. И после этого ходить симметрично ходам Вася. Вот, разбив цифры на пары, например, таким способом в одну сторону мы отнесем все, которые состоят из нечетных цифр, в другую из черных, ну и дальше копировать. Понятно, что Петя выиграет. Вот, также в играх важен первый ход, ну и анализ ситуации с конца как дополнение к этой стратегии. Ну вот, такая задачка. Значит, на доске записано квадратное уравнение, где звездочками значит, отмечены коэффициенты квадратного трештина. То есть, здесь могут стоять любые коэффициенты. Первый из играющих называет любые три числа, а второй расставляет их вместо символа звездочка. Может ли первый добиться, чтобы полученное уравнение всегда имело рациональные корни, или второй сможет ему помешать? Но оказывается, что первый может выиграть, да. Ему достаточно указать три целых числа, сумма которых равняется нулю. Тогда это будет гарантированно полученный квадратный член будет иметь корень единичка, да. Вот. А оставшийся корень потерями Виетты, это будет отношение цена а. Поскольку числа целые, то это отношение будет, ну и, да, и число анира, и нулевых чисел среди них не будет, вот, то тогда отношение цк а, это будет еще оставшийся корень, да. Получается, что у нас корни будут единичкой, цена, то есть, на самом деле, первый выиграет, полученное квадратное уравнение, всегда будет иметь рациональные корни, как бы не парадоксально это звучало. Так, и наконец, оценка плюс пример, очень важный момент. Эта тема широко присутствует в ЕГЭ, то есть, как раз вот в олимпиадной задачу номер 18, пункт В целиком состоит, как правило, из оценка плюс пример, то есть, надо показать, что пример, который вы получаете удовлетворяет, экстремальным свойствам. В последние годы практикуется критерий оценивания выглядит так, то есть, по пункту 18 В либо 2 первичных балла, либо 0 первичных баллов. То есть, если построен пример и указано, что он удовлетворяет оптимальным свойствам, то есть, сделана оценка 2 балла сразу. А если просто построен примеры без всяких-либо рассуждений, то это 0 баллов. Но если там какие-то рассуждения без примера, это тоже 0 баллов. То есть, оценка плюс пример настолько в ЕГЭ в некоторых задачах слились вместе, что даже нельзя разделить четко последний пункт В на подбаллы. То есть, непонятно, за что давать 1 балл. При проверке это зачастую вызывает трудность у многих экспертов. Но это раньше мы как бы пытались выходить из этого положения, а последние годы просто даже сами организаторы говорят, мы так специально придумали задачу, вот оценка плюс пример, то есть, либо 0, либо 2, чтобы приучать к строгости. Если получен некоторый пример, обладающий экстремальными свойствами, то нужно доказывать, что он этими свойствами на самом деле обладает. А если просто получен пример, то для этого есть пункт А, 18А. Там просто показать, что пример удовлетворяет условия задачи и все. А то, что кроме того, что пример удовлетворяет условия задачи, он еще обладает экстремальными свойствами, то есть, является наибольшим, наименьшим. Вот это надо доказать в пункте В. Поэтому задачи оценка плюс пример очень важны и их надо как бы внедрять потихоньку в курс школы, разумный конечно пример в пределах, но можно на примере самых разных задач понять смысл. В общем, это важный очень принцип, очень важная тема и давайте перейдем к задачам. Значит, в задачах, объединенных условным названием оценка плюс пример обычно требуется указать, какое наибольшее или наименьшее значение может принимать некоторая величина. Необходимо подчеркнуть важность доказательства, что больше или меньше найденного значения исследуемая величина не может быть ни в каком случае указать пример, в котором реализуется найденное значение. Нам нужно помнить, что ссылки на невыгодность других способов построения примера математически несостоятельны и не являются решением. Вот, значит, парочку задач, одна из которых из книжки, а другая с Олимпиады. Это то, что нам сегодня осталось рассмотреть. Значит, у нас есть число 50, которое надо представить в виде суммы нескольких целых положительных чисел, так, чтобы их произведение было как можно больше. Докажите, что ваш вариант наилучше. То есть, у нас есть число 50, которое мы разбиваем на сумму чисел и находим одновременно их произведение. Нам дело так, чтобы произведение было как можно больше. Ну, вот, значит, пример такой. 50, мы разбиваем число на тройки, а оставшееся, потому что 50 на 3 не делится, оставшееся число будет двойка. То есть, у нас произведение получится будет 3 в 16 умножить на 2. покажем, что это будет наибольшее число, что мы больше сделать не можем. Значит, понятно, что если мы взяли какой-то вариант, любой другой вариант, если в этом разбиении числа 50 на число есть число, которое больше тройки, то мы всегда сможем заменить его на число, допустим, к-минус 2 и 2, и перед тем самым мы не уменьшим произведение, так как если посчитать произведение чисел к-минус 2 и 2, то получается, что аккуратно рассмотреть неравенство 2 умножить на к-минус 2 больше к-минус к-минус 3, то получается, что при всех к-минус к-минус произвольное число больше тройки, у нас это неравенство выполняется, поэтому заменив число к-минус на эти два числа, получается, что не уменьшим произведение, ну и так далее, можем рассуждать, то есть если у нас было большое доставительное число, скажем 11, мы заменили 11 на 9 и 2, потом можно точно так же заменить 9 на 7 и 2 и так далее, мы уменьшаем до той поры, пока у нас все числа не станут меньше тройки, при этом произведение у нас не уменьшается, оно может увеличиваться, а может и оставаться неизменным, в теории, поскольку неравенство выполняется, в теории оно может оставаться неизменным, но в реальности оно увеличивается, можете поэкспериментировать, поэтому значит наивыгодный вариант это искать числа, где каждая слагаемая не больше трех, вот, ну понятно, единицы нам брать невыгодно, поскольку при умножении на единицу ничего не меняется, поэтому если слагаемых были единицы, то мы просто берем их объединяем в одно число k, вот, ну и так далее, то есть и получается, что наивыгодный способ значит разбивать на двойки и тройки, если двоек больше чем две, то можно заменить три двойки на две тройки и произведение увеличивается, то есть произведение трех двоек это восемь, а произведение двух троек это девять, поэтому выгодно брать тройки, а не двойки, ну и все, поэтому у нас получается разбиение будет содержать 16 троек и одну двойку, ну и произведение соответственно три в шестнадцатой на два и оно будет наибольшее большее мы сделать не можем больше сделать не можем по-наказанному так и наконец последняя задача которую я тоже взял со Всероссийской Олимпиады школьный этап Всероссийская Олимпиада этого года задача 11-7 по кругу выписаны 103 натуральных числа известно что хотя бы известно что среди пяти подряд идущих чисел найдутся хотя бы два четных числа то есть 103 натуральных числа по кругу среди любых пяти подряд идущих чисел найдутся хотя бы два четных числа какое наименьшее количество четных чисел может быть во всем круге ну вот эта задача вызвала На удивление, трудности, по крайней мере, у нас здесь, в Ростовской области. Поэтому вот, значит, я думаю, что в других регионах было точно так же. Если кто следил за Всероссийской Олимпиадой, то знает, что по этой задаче решения часто были неправильные. Итак, давайте разберем аккуратно задачу. Покажем, что найдутся три подряд идущих числа, среди которых есть, по крайней мере, два четных. Это можно сделать следующим образом. Рассмотрим 15 подряд идущих чисел и разобьем их на три пятерки. То есть мы рассмотрим 15 чисел, разбитых на три пятерки. Значит, по определению у нас, значит, по свойству задачи среди любых пяти подряд идущих чисел найдутся хотя бы два четных числа. То есть поскольку мы разбили 15 на три пятерки, то у нас среди этих чисел по крайней мере шесть четных чисел будет. Да. Вот. Но шесть четных. Значит, но поскольку у нас 15 чисел можно разбить не только на три пятерки, но и пять троек, то получается, что у нас теперь разобьем их на пять троек. У нас получается пять троек и среди них шесть четных чисел. И теперь опять по принципу Дерехле у нас, вспоминайте, у нас пять клеток, а зайцев шесть. Значит, будет клетка, в которой сидят по крайней мере два зайца. В данном случае у нас, значит, в какой-то из троек у нас будет обязательно два четных числа. Таким образом, мы доказали, что найдется три подряд идущих числа, среди которых будет два четных. Обязательно. Ну и зафиксируем эти три числа. У нас всего чисел, напоминаю, было 103. То есть взяли три, среди которых есть два четных. Ну а оставшиеся сто чисел, которые у нас, можно разбить на двадцать пятерок подряд идущих чисел. И в каждой такой пятерке будет не менее двух четных чисел. Правильно? По свойству. Таким образом, общее количество четных чисел будет не менее, чем, значит, два в этой тройке и два умножить на двадцать. Сорок два. Каждая из оставшихся пятерок у нас ровно два четных числа. Значит, ну и все. Тогда получается, что можно взять числа такие от одного до девяносто семи подряд идущие и добавить 101 и 102. Примеры здесь самые различные, возможно. Вот таким образом у нас получается, что, значит, наименьшее количество четных чисел у нас сорок два. Сделать меньше не получится. Вот такая задача была на Всероссийской Олимпиаде. Ну, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. И я жду ваших вопросов. Ну, спасибо всем за добрые слова, да. Ну, значит, поскольку у нас олимпиадная тема, да, меня тут попросили посоветовать, какие книги можно рекомендовать не только по олимпиадам, но и при готовке к олимпиадной задаче ЕГЭ, которая номер восемнадцать. Ну, значит, ну что я могу порекомендовать? Могу порекомендовать сборник ЕГЭ-2023, профильный уровень. Тематический тренинг ЕГЭ-2023, тоже профильный уровень. Ну, и есть еще книга «Алгебра задачи с развернутым ответом». Переиздание, которое уже готово, но выйдет весной следующего года. Там есть целый раздел, посвященный олимпиадным задачам. Вот, теперь, значит, для всех участников сегодняшнего вебинара, вот, есть скидка 30% по промокоду Олимпиады-23. Вот, значит, если вы закажете книги в интернет-магазине на сайте нашего издательства, то получите скидку в 30%. Вот, то, что, ну, значит, если, значит, существуют ли книги по подготовке? Ну, нет, специализированных книг не существует, поскольку Олимпиада тоже меняется. Ну, вот в частности, да, но в частности, да, Всероссийская Олимпиада. Ну, в частности, вот та книга, которую я посоветовал, вот наша книга «Математики Олимпиады 6-11 класса». Да, подойдет, подойдет для школьников самых разных уровней. Здесь подобранные задачи, начиная от простых и заканчивая сложными. Да, это обновленное, это уже шестое издание. Ну, да. Хорошо, тогда спасибо всем за внимание и до встречи на наших вебинарах в скором времени. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok